43 беседина Евангелия от Иоанна говорит В молитве должно просить у Бога благ духовных Будем возлюбленные, благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо более за духовные Этого хочет и Он И ради сих-то благ даруют и те, привлекая и научая ими несовершенных, как людей еще сильно привязанных к миру Впрочем, если они, получив все и благо, на них и останавливаются, то подвергаются осуждению и наказанию Да не будет же с нами, убеждаю вас, ничего подобного, но блага духовные добудут предметом наших особенных забот Почему? Потому что, когда есть блага духовные, не бывает никакого вреда от неимения благ телесных А если нет их, то какая нам останется надежда, какое утешение? Посему о них всегда нужно молить Бога и их просить О них молиться научил нас и Христос И если мы вникнем в ту молитву, то не найдем в ней ничего плотского, но все духовное Даже и то немногое чувственное, о чем мы просим в ней, становится от образа прошения духовным Уже и одно наставление, не просить ничего более, как только хлеба насущного, то есть ежедневного Было бы знаком ума духовного и любомудрого Но смотри, что предшествует этому Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, как она небеси и на земли Матфея 6 глава 9-10 стихи Затем, сказав о чувственном, он тот час уклонился и опять перешел к учению духовному, говоря Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим 12 стих Ничего не сказал о начальстве, ничего о богатстве, ничего о славе, ничего о власти Ну все, что клонится к пользе души, включил в молитву Ничего земного, но все небесное Итак, если нам заповедано воздерживаться от вещей житейских и настоящих То как будем мы несчастны и жалки, если станем просить у Бога того, что Он заповедал нам отторгать Если имеем то, дабы избавить нас от забот, а чего повелел просить, о том не будем иметь никакого попечения Или даже не будем и желать того Подлинно это значит пустословить в молитве Потому-то, хотя мы и молимся, но не получаем успеха Как же люди злые, скажешь ты, богатеют Как богатеют неправедные, преступные, хищники и лихаимцы Не Бог дарует им это, нет Но как же Бог попускает? Как попускал некогда и богачу, соблюдая его для большего наказания Послушай, что сказано ему Чада, вспомни, что получил уже доброе твое в жизни твоей А лазать злое Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь Лукаш 16, глава 25 стих Итак, чтобы и нам не услышать этого гласа Нам, которые суетно и безрассудно проводят жизнь в роскоши И прилагают грехи ко грехам Станем заботиться о приобретении истинного богатства И совершенного любомудрия Через это мы получим обетованные блага Господу слава, аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok